Здравствуйте дорогие наши подписчики и зрители нашего канала! Поздравляю вам всех с 9 мая, с Днём Великой Победы! Расставили мы свою семянную картошку, посмотреть что получилось. Лист у березы больше 2 см, значит пора ее сажать. Так, вот что я имела ввиду, когда говорила, что картошка прорастет в мокрых опилках и что будем сажать уже с корнями. Сейчас надо ее еще побольше помочить. Сажать мы будем вот такую вот штукенцию, видите? И вот эти корешки позволят ей максимально быстро прижиться. Вот. Поняли? Если не получается такой вот шапки, ничего страшного. Вот картошку я попозже замачивала, и все равно она успевает создать корневую систему, растаскивается из опилок она достаточно легко. Вот такая вот махнуха. И белые столоны. По этим столонам нужно смотреть, чтобы они не были с черненьким на кончике. Если кончик черный, то, в общем, с клубень лучше не сажать, значит, у меня есть какая-то болезнь, болячка, патология какая-то есть. А вот фиолетовый картофель, помните такой, который фиолетовый и внутри, и снаружи. Вот он почему-то корневой сильно не дал. Первый раз он у меня вот такой только, видите, кучка корней. Вот еще немножко у него корней. Мы его первый раз сажаем. Нас в прошлом году вот угостили. Таким этим экзотикой, так скажем, пока еще. Вот видите, есть клубни, которые вообще корни не дали особо. Но сейчас я уже вижу, что у клубня есть столоны эти, росточки. Значит, этот клубень, ну, как минимум, не будет у меня создавать пустое место на картофельнике. То есть он будет прорастать. Вот такая вот схема. Там, где у меня опилок не хватило, потом при намачивании они осели, я добавила своего заменителя кокосового сустрата, легкую эту субстанцию древесную, разрыхлитель такой. Вот то же самое увлажняло его. Получилось нечто вот такое. Вот видите, там внизу опилки. А тут картошинка. Но этот субстрат, видимо, промокает гораздо хуже. Поэтому корешки, видите, есть пачка, но они короче. Именно основание. В него, наверное, надо было больше влаги вливать. Ничего такого. Вот в опилках есть вот эти корешки, а в субстрате в этом не очень. Но ничего. Бывало год, когда я сажала очень большие, вот прямо охапки корней. Вот даже больше этого. Бывало год, когда поменьше. Но, в общем, она все равно взойдет значительно раньше, чем картошка без вот этого вот влажного намачивания. И мне писали, что не заплесневеет ли она. Вот вы знаете, я с фитоспорином водой брызгала. Но, в общем-то, не могу сказать, что она заплесневела. И вот к вопросу, кстати. Я ведь особо умная. Я ведь все знаю. Но ничего не уприменяю с того, что знаю. Помните, говорили, что она и в мешке хорошо прорастет. Вот, она проросла в мешке, видите. Вот думаю, может в мешке и посадить. И в мешке потом и выкопаешь все. Как я ее отсюда выдирать буду, я ума не приложу. Хотя вот это хорошая семенная картошка. Из моих клубней мелких, которые я делаю летом. Из листа клубней. Вот это был урожай из листа клубня. Я его отдельно положила. Видите, отдельно прорастила. Ну все, отдельно будем сажать. И есть тоже в мешке отдельно. Вот такая вот система. Надо как-то его будет оттуда вырвать. Не повредив, сами понимаете, корневой, это сделать невозможно. Ну ладно, все. Пошли работать. Сейчас покажу вам наше поле. Сашенька, покажи поле. Ну ты вырезался в белом-то копать. Русское? Конечно. Пойдем. Мы же русские люди. С русским бычьим менталитетом. Ты любишь землю русскую. Вот. Так, ну вот насарка. Значит, входим сюда, значит. Ты уже тут это, расчертил все. Сажаем по веревочке, видите. И под лопату. Поле миллион раз перекопано. Специально, чтобы сорняков было больше. Для тех, кто не знаем, еще раз говорим. Здесь, кстати, два раза только копать. Всего два? Да. Ну достаточно, что тут. Вот, и второе. Вот, соответственно, тоже. Если вы хотите, чтобы сорняков не было, то нужно копать лопатой и все выбирать. Ну на самом деле, когда я выкапываю картошку, я собираю ведро сорняков с межи. Мы картошку не полим. Не полим. Вообще. Только окучиваем. И то один раз. Один раз, а если, ну, вдруг у меня будет настроение, то два. Но стараюсь один. Ну это по ситуации. Тут не только от настроения еще зависит. Это количество дел, безусловно. Так. Все, окучим потом один раз. Если будет дождь, ой, если будет погода. Требовать второй окучки, значит, сделаем это дважды. Ну, редко когда дважды. Ну и вот у нас посадки, как всегда, больше, чем надо. Ну ничего. Да? Раздадим. Что? Посадку раздадим и все останется. Да, нам есть. Конечно. Все, поехали. Что, удачи? Так, вот у нас лунка. Примерно какой глубины? Ну, 10-10 сантиметров. Мы сажаем картофель на глубину 10 сантиметров. Вот такая у меня получается. Ой, штукенция мохнатая. Опилки не стряхиваю, ничего такого не делаю. Все, копнули, посадили. Следующее. На расстоянии? Ну, на данный момент, наверное, 45-50 даже мы делаем. Раньше мы, ну вообще сажали 30-40, насколько я знаю. Но у нас земли, слава богу, достаточно. Мы поэтому не чистим, что копать проще. Еще смотрите по сорту картофеля. Есть картофель, который имеет такое более скучное, как сказать-то? Скученное. Да, гнездо. А есть, которое будет разбросано. Раскиданное. Раскиданное такое. То есть у вас картошки будут там везде-везде. И вы будете их резать, когда будете выкапывать. Поэтому расстояние оправдано еще этим моментом. Мы, в принципе, придерживаемся большого расстояния. Нам, ну как бы мы не имеем необходимости учитывать это. Плюс ко всему, картофель будет больше света иметь, если у него не будут кусты прям вплотную друг к другу. Сами знаете, куст картофеля, он очень большой бывает. В идеале он должен быть большой. Поэтому ему будет больше света, окучивать легче, дышать ему легче. Фитофтора будет не так картофель поражать ветки, потому что будет проветривание лучше. Правильно? Да. Еще что? Зачем тебе веревка? Веревка? Ну, чтобы я видел, куда сажать. То есть для того, чтобы соблюдать ряд? Чтобы ряд соблюдать, чтобы ровно было, да? Потом мы, вот, сначала одну сторону я переставляю, кстати, на 80 сантиметров колышек. Потом иду в другую сторону, переставляю колышку на 80 сантиметров. То есть у нас между ряди 80 сантиметров. Мы раньше сажали 70. Вот, некоторые 60 вообще сажают. Но 80 проще окучивать, вот, больше, удобнее, скажем так. Да и проветривание опять куста лучше. Меньше фитофторозом заболеет. Ну, вернее, она заболеет все равно, но позже. Вот. Что еще? То, что окучивает, ты сказал, да легче? Ну да, 80 сантиметров легче окучить, чем 70. Да и вообще ее обслуживать легче, потому что ты подойдешь к ней до стадии, когда она уж только совсем-совсем большая будет, с ветками, тогда будет тяжелее. Эта тычка позволит нам что делать? Четко соблюсти ряд, четко соблюсти между ряди это расстояние. Никуда не завиливать, не увиливать. И потом окучивать, это тоже снова же будет проще. Ровные ряды. Вот такая у нас сегодня работа. Раньше я уже говорил, если этот ролик про мотоблок выйдет раньше, что я говорил уже, что мы мотоблоком нарезали раньше борозды. У меня там два окучника к нему цеплялась. Вот. И в борозды бросали картошку, просто не соблюдая, как бы не натягивая веревку. У нас есть борозда, мы в нее кладем картошку. И потом я граблями вот эти вот, как они, барханы, да, верхние вот эти вот бугры, я граблями разравнивал, засыпал картошку. У меня получалось ровное поле. Оно вроде бы как удобнее, быстрее, но нарезать мотоблоком вот этими окучниками борозды очень тяжело, поэтому отказались мы. И сейчас так делаем. И мне кажется, что тогда была очень глубоко посадка сама. Ну и глубоко, да. Потому что все равно я буду окучивать, и я в итоге сделаю... Горку, горушку. Да, над картошкой. И еще хотел сказать, что правило посадки любого семечка, если помните, да, три диаметра семена. Углубляется семечка или присыпается землей на три диаметра, только самые мелкие семена сажаются по поверхности. Картошка, ну, мы соблюдаем правила это и с картофелем. Почему? Потому что, ну, картофелина в среднем там, да, три, четыре, пять, может быть, сантиметров в диаметр. Мы сажаем ее на 10 сантиметров, на 10-12 примерно сантиметров в глубину. То есть это правило соблюдено и здесь. За процессом посадки картофеля наблюдают из теплицы, ну, из нашего курятника. Скромно отошел все, можно спокойно работать дальше. И теперь с другой стороны. Пока Сашка ходит-бродит, смотрите, какие красивые почки у винограда. Просто бесподобные. Прямо такие удивительного цвета. Нежные-нежные. Саша, а что это за сорт? Марс. Марс? Марс-седлис. Марс-седлис. Шикарные. Марс-седлис. 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 потом ты сверху будешь заравнивать граблями или нет вот всю поверхность или так оставишь наверно тебя не слышно я думаю сейчас раз когда прибьет землю дождем и ростки выгод вырезать около 10 сантиметров будем окучивать поэтому выглаживать граблями здесь нет смысла и будет видно кстати какая картошина уж точно зашла или нет но у нас бывают единицы до картошин которые не всходят потому что мы сажаем же с корнями а ну разве да вот такой вариант какая-нибудь крыска лариска ладно продолжаем однозначно скоро уже спогатеем по моему шестая или седьмая подкова на нашей памяти не иначе счастье в дом вот то что мы уже посадили вот до туда не полностью от боровок где лопата торчит вот что мы сажаем если у вас картошка плохо выходит из коробки значит опилки слишком сухие нужно их снова намочить и они будут разъединяться гораздо лучше корни при разъединении не будут отрываться когда мы с вами берем картошинку мы поддеваем снизу чуть-чуть прямо рукой так и чуть-чуть потряхиваем если опилки влажно она вырезает вся у меня у вас прямо в ручку не рвет корни из еще момент такой забыла сказать вы можете брать прямо вот так с опилками опилки не пишите мне про закисление пожалуйста почвы это опилки старые и они не кислые еще чуть глубже мне надо вот так мы кладем вместе с опилками опилки очень хорошо держит влагу если ли это будет жарким они помогут ваши картошки запасаться во влажный период и долго долго его расходовать поэтому опилки тоже можно добавлять которых она лежала будет вам лишнее удобрение с чем массаж пробовали сажать картошку с сухим листом с листьями с навозом с золой с торфом с перегноем помнишь добавляли по горсти перегноя пробовали потом делали это знать как чередуя то есть один ряд так второй так и так с листвой был дождь достаточно дождливые такое лето да и она подгнивала но тоже снова не вся там тоже сорт по сортам надо смотреть с опилками мы ничего плохого сказать не можем всегда кладем их вот сейчас нет нет горсточку просто горсочку вокруг клубня не более чем зала хорошо но мы золой удобряем землю сразу перед его перекопкой всю потому что потом уже не собни кладем отдельно в лунку добавляем мы сюда добавили конский помет с опилками не бролерный у тебя есть кони кроме меня так мы сюда добавили в прошлую осень значит и куриный помет но не бролерный от несушек он там в перемешку нас постелка был с опилками вот и сразу перед перекопкой за зиму у нас накапливается большое количество золы вот а зола она как известно как доломитка она раскисляет почву помет закисляет сверху я еще посыпаю золой и получается такой раскислитель и я надеюсь мы не мерили но у нас ph кислотность почвы я думаю что нормально у нас есть вам ему измеритель пэш и мы мерили только для другого помнишь теплица мы мерили ну и там же все нормально земля там непровозимая такая же была здесь не мерить именно в этой точке конечно ну вот ну в общем здесь картошку мы сажаем не первый год 2 всего да мы сажали на том участке раньше картошку и в общем неудобно и там большая плантация получается мы решили что нам достаточно вот здесь вот этого это этих двух участков и там еще и момент еще такой что зачастую мы сажали из года в год на одном и том же участке картошку и все было нормально более-менее потому что мы стараемся севооборот поддерживать рожью мы ее сеем в сразу как только выкопаем картофель у нас получается ржаную такое поле вот и поэтому я думаю что и поэтому в том числе земля так сильно не травмируется не истощается картошки земля совершенно другого качества если с тем участком сравнивать там суглинок даже ближе к глине мы хотя там удобряли тоже это привозили много и навоза куриного из птицефабрики когда своего не было но земля тут земля земля разная здесь липа росла вот от нее корень смотрите какая разная там два короче метра в диаметре она ну вот можешь показать эту липу вот такой же пентного плана даже больше было липа и вы представляете сколько я сюда падала листва все это перегнивало то есть если бы еще здесь не мужики под этой липой бухающие которые здесь стеклостока разбили и всякой грязи нанесли которую мы выбираем уже на протяжении 10 лет и конца и крайне видно то вообще было замечательно но как бы ладно говорят картошка мусор любят нам повезло здесь и шлак угольный есть вот в этом месте вот там нет а вот именно вот на этом участке немного есть вот и поэтому ладно все давай сажать пока солнце не село все мы поехали дальше ты знаешь сколько времени 9 уже а ты знаешь что мы сегодня только завтракали помню что это было когда ну а чё ты хочешь сейчас страда на вообще сказал кто потопаешь так полопаешь кто сказал у нас из великих что жрать вредно вообще депутат какой у нас сейчас великий депутат конечно так что жрать вредно я пошел сам не пивший пошел поить зато мы посадили картошку вот это вот этот маленький кусочек он для кур картошка не особо вкусно но урожайная и это не подвержена особо фитофторе то чародей картошка называется и она с раннего до позднего всегда плодоносит общему можно выкапывать как рано так и попозже такая неприхотливая но не нам не нравится по вкусу белая картошка такой вот маленькое поле для курчик в прошлом году еще здесь сажали картошку но сейчас не будем сажать ска газончик растет саш сидираты уже насеял века овсяную смесь по моему люпин насеял что-то еще там однолетний люпин это будет у нас подкормка для индейки и вот здесь в нашем загородочки в наши вот здесь кусочек вот и с этой стороны тоже вот такой кусман но учтите что здесь всего три межи получается три ряда кусты друг от друга достаточно далеко и очень долгое время не за не затеняют друг друга это тоже очень хорошо в общем со всех сторон если вам позволяет место сажайте пореже будет все класс но это наше мнение там уж конечно вам самим решать